У нас сейчас январь, заказали очень много велосипедов формат, модели разные, 14-11, 14-14 и так далее. У них у всех одинаковые рамы, но геометрия рамы зависит от размера колеса. Ну и от ростовки. От ростовки зависит передняя часть, а задняя часть зависит от размера колеса. Здесь проблема в чем? То, что идет крепление под багажник изнутри, и, соответственно, крыло вы сюда никак не закрепите. То есть, либо крыло, либо багажник. И, соответственно, не каждый багажник сюда подойдет. Нужно подобрать определенную модель. В общем, все это надо очень сильно придумывать. И, соответственно, нигде, скорее всего, ни в одной мастерской, ни в одном магазине вам ни крылья, ни багажник на модели формат 14-й серии не поставят. И как выхожу я из этой ситуации, потому что велосипедов мне надо собирать очень много таких, и на все хотят и крылья, и багажники, или просто крылья ставить. Значит, здесь у нас перемычка. В перемычке нет отверстия. Плюс у нас есть вот это крепление под подводку нижнего тросика. Срезать это никак не удается. Соответственно, мы изготавливаем вот такой хомут. То есть, идет перфолента, оцинкованная, толстая, широкая термоусадка. Такой формы хомут. Он будет вот так вот надеваться. И через вот это отверстие будет прикручиваться крыло снизу. Дальше здесь отверстие есть. Сюда, соответственно, мы обычной перемычкой закрепим. Здесь у нас идет багажник, и каким-то образом сейчас я буду вот эту дужку крепить вот сюда вот к этим отверстиям. Не знаю как, потому что здесь все очень близко. Сейчас все это буду очень сложно придумывать. Далее на вилке. Здесь у нас тоже отверстий нет никаких. Точно такой же хомут мы поставим вот так вот. Кверх ногами. Сейчас попробую показать. Вот так вот кверх ногами поставим. Тоже закрепим. И сюда изготовим тоже хомуты. То есть, будет очень сложная конструкция. Все это я вам покажу, расскажу, когда будет готово. Но суть в том, что тут очень надо долго мудрить. Я уже с утра, уже будет время обед, я с утра все это придумываю. Так, день ушел на то, чтобы поставить крылья. Здесь я все закрепил на хомут. И вот таким вот образом изготовил железочку. Закрепил ее на винт. Потому что здесь два винта, а все очень прочно. Такой вот удлинитель получился, чтобы закрепить крыло. Вот теперь она упирается в раму, никуда не денется. И плюс, она проходит изнутри багажника. Соответственно, баул, который здесь будет висеть, он не будет мешать крыльям. То есть, не будет задевать задушки. Соответственно, здесь все ровно. Покрышка закрывается. То есть, крыло встало сразу идеально, без проблем. Далее. Задний тормоз. Пришлось настраивать. Править тормозной диск. Винты на обоих ротарах, на переднем и заднем колесах не закручены. Обязательно надо проверять. Каретка крутится отлично. Кассета была прикручена. Втулки в отличном состоянии. В отличие от великого дорогих, где со втулками проблемы. Здесь со втулками проблем нет. Здесь проблема есть с задним переключателем. Значит, смотрите. У нас почему-то производитель решил, что сюда нужно поставить проставку. Проставка у нас 1,5-2 миллиметра. Соответственно, звездочка у нас смещена наружу. Линия цепи, здесь у нас 10 звезд. Линия цепи приходит у нас на третью звезду. И на большую звезду переключатель просто не закидывает. Его вот так вот очень сильно выламывает. Видно, да? И если битеншин выкрутить полностью, чтобы был он более-менее правильный, тогда он пытается закинуть, но закинуть он не может. Если как с завода было настроено, то есть винт битеншина был закручен полностью до упора, и переключатель был отведен назад, он вообще никак не мог закинуть сюда, на эту звездочку. Винтик крайний положение выкручен. То есть он сейчас вообще никак не упирается. Сейчас, соответственно, буду перебирать каретку, переставлять вот эту проставку на левую сторону, смещать линию цепи с третьей звездочки на четвертую. Может быть, он будет тогда перекидывать нормально. Соответственно, смажу вал, смажу каретку. То есть мы полностью разбираем каретку по факту. То есть дополнительная работа. Но что делать? Потому что переключатель настроить не удается. Фитух здесь ровный. И, опять же, обязательно надо снять колесо и проверить, как прикручен петух, потому что он крепится на двух винтах. Один винт был не закручен, второй был закручен. То есть вот такие нюансы. Дальше рулевая здесь у нас, к сожалению, не протянута. Сейчас буду рулевую еще протягивать. И останется настроить передний тормоз. То есть вот такие вот работы дополнительные, которые нужно обязательно было сделать по этому велосипеду. С этой стороны у нас скручивается пластиковая пробка фирмы Провил. Она очень ненадежная. И, короче, ключом она родными не откручивается. И скручивается только большим шестигранником. Лучше эту пробку сразу на алюминиевый поменять. Вал не смазан. Соответственно, будет ржаветь и окисляться. И вот про что я говорил. То есть здесь у нас вот эта вот проставка, пластиковое кольцо, стоит здесь. При этом зазор между звездой и рамой настолько большой, что вполне себе эту проставку можно убрать и переставить на ту сторону. Проставка нужна, чтобы компенсировать длину вот этого вала. Потому что вал под 73 каретку, а стакан на 68, скорее всего. Вот, соответственно, сейчас я все это переставлю и звездочку приближу ближе к раме, чтобы линия цепи была более ровная. Резьба у нас здесь очень хорошая, чистенькая, красивенькая. Каретка вкручена китайская. Крутится тоже подшипник хорошо. Фиксатор белый. Соответственно, запрессовывается все очень туго. Фиксатор здесь вообще не нужен, потому что каретка у нас никак в жизни не открутится. Наоборот, нужно смазать, чтобы потом это все не прикисало, не окислялось и было легче выкрутить. Соответственно, сейчас я смажу витки, чтобы они не окислялись, и смажу сам вал каретки, чтобы он легче сюда вставлялся и чтобы возник небольшой такой пыльничек между валом и корпусом, чтобы туда вода не попадала. Переставил проставку, сместил линию цепи примерно между третьей и четвертой звездой. Перекос цепи чрезвычайно сильный. Переключатель чрезвычайно убогий. То есть, вот этот вот микрошифт XLE на 10 скоростей, который предназначен под 42 зуба, на 42-ю вообще не закидывает. То есть, ему очень тяжело. 10 скоростей он практически не отрабатывает. То есть, вы видите, в каком положении цепь стоит. То есть, 10-й щелчок вообще не ощущается все очень плохо. То есть, вот 1-й 9 он отрабатывает нормально. На 1-й 9 настроить можно. Большую 42-ю звезду вообще бесполезно, при том, что винт вообще сейчас выкручен регулировочный. Дальше B-Tension неправильно стоит. Путем подбора B-Tension сделал так, чтобы отработало все 1-й 9. На 10-й он чисто теоретически закидывает. Но за счет очень сильного перекоса цепи, то есть, вот эта вот трансмиссия 1 на 10, с таким перекосом цепи работать не будет. Нужна другая рама. То есть, вот эта трансмиссия с этим переключателем под эту раму, к сожалению, не подходит. Вот, то есть, все 10 скоростей нормально работать не будут. На большой звездочке будет все фигово. Вот видите, сейчас я пальцем защелкну. Начинаю крутить, и она слетает. То есть, к сожалению, недоработка производителя формата 1411, то, что они использовали раму, которая предназначена 2 на 9, под 10-ти скоростной трансмиссии. И поставили сюда самый дешевый вот этот микрошифт, который, к сожалению, работает очень плохо. Еще у него недостаток. Вот этот винт, который держит переключатель, он его прижимает к петуху. И нет здесь внутри никакой пружинки, никакого зазора. Чтобы выставлять B-Tension, надо открутить этот винт, выставить B-Tension, закрутить этот винт. То есть, у него нет свободного хода. Это вообще, как бы, ну, очень большой косяк, скажем так. Вот такие проблемы у нас с настройкой переключения. Но зато каретку я перебрал, смазал, смазал вал, собрал все обратно. Только если полностью выкрутить винт B-Tension, тогда переключатель пытается закинуть на самую большую звездочку, но он, видите, слишком близко прижимается. То есть, у нас ролики, ролик переключателя и звездочка. Ролик переключателя и звездочка ставятся вплотную. Значит, проблема здесь в чем? Здесь у нас 27-е колеса и рама M-ка. У нас очень маленькое расстояние от звезды до передней звезды. Цепь не имеет эластичности. Ее очень сильно вытягивает. И у переключателя не хватает вот этого длины, натяжения, чтобы он туда переключился. То есть, грубо говоря, если бы здесь было впереди две звездочки, то мы на маленькой звездочке могли бы как раз использовать последние три большие звезды. А сейчас у нас не хватает изгиба цепи, слишком сильный перекос цепи. И переключатель нормально сюда не закидывает. То есть, если винт бетеншина сейчас я начну закручивать, и делать так, как было с завода, то есть, вот так вот отдалять очень сильно, он вообще не будет закидывать на звезду. А когда он закидывает, он, соответственно, цепляется. Вот. То есть, вот такой вот переключатель мне очень не понравился. Монетка вообще не информативная. Щетка щелкает, как будто вот вообще жесткая пластмасса. В общем, нормально настроить последнюю звездочку. Я не смогу на этом велосипеде. Это именно 27-е колеса и маленькая ростовка М-ка. Работать это не будет, к сожалению. Все, получилось все сделать. Чтобы вы не думали, что я идиот, приехал нормальный мастер в нормальную мастерскую, из другой, которого вот на 10 лет больше, чем у меня. С ним мы вместе поковырялись этим переключателем. В общем, не работает он на 42 зуба. То есть, либо Меграшифт Адвент надо ставить, который еще больше, либо вот звездочку на 36. То есть, скинул я ту звездочку на 42, поставил на 36. Видите, как бетаншин. Теперь нормальный человеческий бетаншин. Теперь вообще все идеально работает, даже без настройки. Петух был чуть-чуть кривой. То есть, не вот так вот он был подогнут, а вот так вот, в этой плоскости, горизонтальной. В общем, все заработало. С клиентом все согласовали. Переставили проставочную шайбу туда. То есть, здесь она была туда. Прижали звездочку. Звездочка на 34. На 36 зубов уже сюда не зайдет. Надо будет переставлять тогда сюда шайбу. И тогда опять все будет криво, косо. Потому что сейчас между 3 и 4 звездой Chainline, а так будет на 3 звезду Chainline. Вот так вот установились крылья. Значит, устраиваем конкурс. Кто сможет эти крылья? Ну, давайте так. Есть полноразмерные крылья. Есть SKS. SKS не защищают вот здесь каретку. Они заканчиваются раньше. Есть вот такие китайские полноразмерные крылья. Стоят 1000 рублей комплект. SKS сейчас стоит 3,5. Ну, дороже трех точно. Значит, как поставить на вот этот велосипед крылья полноразмерные? Если там внизу дырочки в мостике нету, и приходится придумать хомут. Если вот здесь вот крепление изнутри, да, и, соответственно, то есть, либо багажник, либо крыло. Потому что если и багажник, и крыло, вот здесь у нас, видите, как все, туда не поместятся винты, туда не поместятся все крепления. Пришлось вот такую придумать перемычку. Ну, благо два винта, все надежно, все хорошо. Багажник выдерживает там 100 кг спокойно. Небольшой наклон вперед есть. То есть, градуса 2-3. Это нормально, потому что у вас багажник, баул все время назад пытается съехать. То есть, небольшой наклон багажника, это нормально. Длиннее не сделать, потому что, видите, дужки и так уже стоят в размер. Передние крылья крепятся вот таким вот образом. То есть, здесь уже пластмассок нет никаких. Просто прижимаются хомутами. Держатся очень просто и надежно. Зазоры хорошие. Здесь спереди греем феном и отгибаем носик вверх. Видите, насколько сильно прогрето вот это место, чтобы поднять. Вот такой хомут на горилле, на перемычке между вилкой. Хомут не по центру стоит, потому что если по центру, то стоит крыло криво. То есть, то ли горилла, то ли зонт, то ли что-то, то ли крыло такое. Буквально на пару миллиметров хомут смещен. Если кто-то сможет поставить эти крылья быстрее, лучше, красивее, чем я придумал, пишите, буду пользоваться вашим опытом. Так, значит, что у нас здесь получается? У нас формат 14.11. Модель 23.24 года. Да, раньше он был у нас на Deore, но было 1 на 9. Теперь у нас MicroShift 1 на 10. И кассета на 42. И вот на 42 зуба он не работает. Не работает он по одной простой причине. У нас здесь 27 колеса и рама M-ка. У нас очень короткое расстояние от звездочки до штунов. И цепь, как у детского велика, очень короткая. И очень сильно выламывает лапку, потому что чайлайн кривой, с размещением, и на большую звезду он просто не закидывает. Ставим кассету на 36 зубов, работает все идеально. На Niner, скорее всего, будет вот это расстояние намного больше, и тоже будет нормально работать переключатель. То есть, это первая проблема. Нафига ставить на 42 зуба непонятно в угоду моде. Нафига ставить десятку и MicroShift вместо девятки и Deore тоже непонятно. Ну, типа, маркетинг, да, в угоду моде. Дальше крылья ставится с трудом, багажник ставится с трудом. Раньше была вилка RockShox, но пружина. Она работала хорошо, но, к сожалению, пружина. Да, здесь у нас воздушная вилка, но зумвакса и, соответственно, воздушка с черными ногами, она работает прям мягонько. Мягонько, идеальненько. Но покрытие сотрется значительно быстрее. Про сборку. Винты на роторах протягивал, роторы обезжиривал, тормоза настраивал, диски оба тормозных выправлял, винтик на петухе прикручивал, петух правил, каретку разбирал, перекидывал, колечко смазывал чашки, смазывал вал, чтобы не прикипало. Протягивал рулевую. Вроде бы и все по настройкам. А, ну и ручка как-то тут стояла непонятно. То есть вот эта петля была вообще вот как-то криво-косперекручена. Тоже все это переделывал. То есть это к вопросу о самостоятельной сборке или о сборке где-нибудь в магазине, в мастерской. То есть столько видов всяких разных работ, которые надо сделать дополнительно, чтобы просто велосипед поехал. У меня ушло два дня. Почти. То есть там почти целый день один день и почти целый день второй день. И вот мы намучились с этим переключателем уже вдвоем с другим мастером. Сейчас все получилось. Сейчас все работает. Я думаю, что клиент будет доволен. Велосипед будет туристический для каких-то там больших глобальных походов. Посмотрим, сколько проживет вилка. Втулки офигенные. Втулки крутятся отлично. Лучше, чем некоторые новотеки цветные, потому что цветные новотеки все закусывают. Сейчас, кстати, буду записывать велик. Далеко за сотку он стоит. Там втулки вообще не крутятся. Там вообще все плохо. Вот. Ну и запишу видос тоже про передачные соотношения. Я думаю, всем будет интересно, что я имею в виду. Здесь хороший подсидел. Подсидел форматовский двухболтовой. А вот руль уже идет зум. Достаточно узкий. И какой-то геометрии мне, честно говоря, тоже не очень понравилось. То есть стали немножко велосипедик упрощать. Если раньше 1411 была самая топовая модель, то есть до 100 тысяч лучше велик вообще нельзя было купить. Сейчас, ну, честно говоря, я бы, может быть... Ну, то есть клиент будет еще брать другой велосипед, я ему уже стелс советую. То есть у него будет два велосипеда. Один будет формат, другой будет стелс. Формат, конечно, помощнее, наверное, да, по геометрии. Но вот что-то как-то намучился я с этим переключателем. Ну и с другими всякими нюансами. Так что теперь я его советовать могу, но с нюансами. Если ставить крылья и багажник одновременно, то это будет просто дороже сразу. Сейчас я багажник поставил бесплатно. За установку крылья взял 300 рублей плюс хомуты. Вот такая вот история. А, ну, покрышки прикольные, красивые, такие с классным паралетектором. Но чуть-чуть, конечно, они такие неровные. Это ВТБ. То есть это такой совсем-совсем Китай. То есть если ВТБ покупаете, не думайте, что это настоящий ВТБ. Это все немножко кривенько и косенько тоже ходит так. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон»